МММ Сергей Мавроди взялся за старое. Он запустил новую финансовую пирамиду, на этот раз в ЮАР. Местные населения, пока не знакомые с талантами Мавроди, заверяют, что цель проекта разрушение современной несправедливой финансовой системы и всеобщее обогащение. О первых успехах на этом тернистом пути репортаж Александра Балицкого. Заслуженный пирамида строителей России, как и прежде, вальяжно закинув руки за голову, не скрывает, у него все хорошо, а будет еще лучше. Темпы нарастают постоянно, развитие, так что, в общем, все хорошо. Это Сергей Мавроди о раскинувшей своей сети компании МММ в Южноафриканской республике. Чтобы выйти на международную арену, великому комбинатору даже менять ничего не пришлось, разве что атмосфера на презентациях теперь с местным колоритом. Эй, Мавроди! Эй, Мавроди! В остальном, как и раньше, вкладчикам обещают баснословный доход в 30% ежемесячно. Для этого нужно открыть счет в электронных платежных системах и купить виртуальные билеты. Их здесь назвали «Маврами». Вот только внести нужно вполне реальную сумму. И все ради того, чтобы, как утверждает Мавроди, разрушить мировую финансовую систему. На южноафриканском сайте МММ, где заглавная фото основателя явно взята, из досье его лучших времен честно указано, это не банк и не инвестиционная компания, а глобальный фонд взаимопомощи. Сообщество обычных людей, бескорыстно помогающих друг другу. А чтобы сомнений ни у кого не возникало, предлагают, правда, уже не бескорыстно, а за бонус на счет записать восторженный отзыв. Набралось уже несколько сотен. В общем, южноафриканцы теперь тоже не халявщики, а партнеры. И могут позволить купить жене сапоги. Что мы хотим? Деньги! В Южную Африку проект «Мавроди» пришел еще в начале года. Но именно сейчас адепты скандально известного основателя пирамиды особенно активизировались и даже поздравили своего благодетеля с юбилеем. На прошлой неделе «Мавроди» как раз отметил 60-летие. Сам «Мавроди» за событиями предпочитает следить через монитор компьютера и явно на расстоянии, рассуждая о будущем финансовом крахе, будто заранее готовя своих новых южноафриканских друзей к традиционному для МММ финалу. Я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое. Ладно, вспоминаю, ничего не забыл сказать. Ну, вроде нет. И все-таки забыл. Например, о том, как в 90-е обломками МММ накрыло миллионы россиян, чуть ли не каждую третью семью. Ущерб около 80 миллиардов долларов. Люди теряли сбережения, имущество, семьи. Известно о десятках самоубийств. Но «Мавроди» провел в заключении 4,5 года и в 2011-м реанимировал пирамиду под новым условно измененным названием. Кроме огромного количества филиалов в России, отделения открылись и в более чем сотне стран. На сайте Великого Комбинатора с гордостью написано про 138 миллионов новых вкладчиков, в том числе из Малайзии, Индонезии и Индии. Там, кстати, еще два года назад, не дожидаясь обрушения пирамиды, суд арестовал трех эмиссаров «Мавроди». При этом то, что происходило около суда в Индии, в точности напоминало события в России. Сам же Сергей Пантелеевич традиционно вышел сухим из воды, ведь формально не притронулся ни к одной купюре и не поставил ни одной подписи. Вот и в ЮАР на презентации МММ продолжают заманивать, что символично воздушными шариками. Которые ведь тоже рано или поздно, если не лопнут, то сдуются. Александр Баулицкий, Сергей Осипов, Вести. На этом наш выпуск завершен. Спасибо. Спасибо.